Плейлист The Weeknd'а на Суперкубке рассекречен, сейчас с вами полностью обсудим, а также отмена одного фестиваля, отмена другого фестиваля, Майли Сайрус, говорят, еще будет на Суперкубке выступать, какими судьбами, сейчас все расскажу, еще и Грэмми, это Рамузыка, поехали. Привет, ребята, меня зовут Рамин и это канал Рамузыка, или как многие говорят, Рамюзик. Ну что ж, новости пышат просто, из каждой дыры донозятся на нас новости, я вам их сейчас озвучу. Во-первых, Академия Звукозаписи встретила президента Джо Байдена, вы знаете, в Америке выбрали нового президента, им оказался Джо Байден, Академия Звукозаписи его приняла и надеется на плодотворное сотрудничество, да, это единственная организация в Америке, которая представляет одновременно и авторов песен, и исполнителей, и музыкантов, и продюсеров музыкальных, их всех, всех, всех. Ну а Байден, в свою очередь, вроде как известен поддержкой творческих профессий и поддержкой монетизации музыки. Академия надеется, что, значит, в следующие 4 года будет очень классно все, и в шоу-бизнесе будет очень классно, и экономика для них, знаете, супер классно сработает в плане потребления музыки, все очень много заработают, ну, короче, ну, короче, лижут друг другу задницы, такая пустословная новость, ни о чем, я понимаю, ну и что. Грэмми, как вы знаете, перенеслись 31 января этого года на 14 марта из-за COVID-19. Если не знаете, теперь знаете. А это значит, можно пока про это дело забыть. Непонятно, в каком точно формате будет проходить церемония. Номинации огласили в ноябре. Бейонса, Тейлор Свифт и Дуа Лупа лидируют по количеству номинаций. Когда происходят такие ситуации, я сразу вспоминаю, как девушки говорят, что мужчины в шоу-бизнесе более успешные, когда в буквальном смысле все главные дивы и нынешние легенды это девушки. Академия звукозаписи, видимо, предвидела перенос церемонии, раз хотела эксклюзивно забронировать викенда, который согласился выступать одновременно и на суперкубке США. В итоге от Грэмми он отказался и случайно остался без номинации. Я делал по этому поводу целое видео, вы можете посмотреть. Очень горячо все обсуждали и до сих пор, между прочим, обсуждают. Ноль номинаций. Зеро. Кстати, о суперкубке предположительный трек-лист The Weeknd известен. И я вам сейчас все расскажу. Холзи беременна, да? Окей. Потому что здесь будет про Холзи, кстати. Викенд через свой интернет-магазин начал продавать диск с лучшими своими хитами. Правильно делает, я считаю, пока на хайпе надо. Трек-лист состоит из 18 ключевых треков артиста и ходят служки, что именно их он исполнит в перерыве матча суперкубка. В прошлом году, вы знаете, это были Айконик, Шакира и Джей Ло. Мне очень понравилось выступление, вы знаете, прям позитивчик такой. Что будет в этом году? Какие-нибудь такие страшные мигалки, я не знаю, взрывы. Судя по выступлениям последнего уикенда, мы поняли, что он любит и фейерверки. А может быть это будут какие-то кости и какая-то кровь, размазанная по стадиону. Мы не знаем. Конечно, 18 треков на суперкубке еще никто не исполнял. Но это может быть ведь и Папури. Вы же знаете, как Папури делает, например, Бульонса. Две строчки спела. Знаете, намек дала, что вот у меня есть этот хит, этот хит. К тому же в этом году Пепси сокращает количество рекламы. Понимаете? Один хрен все на изоляции. И дадут в уикенду больше времени для выступления. Мини-концерт такой может получиться. Это хорошо. Есть еще одна взрывная новость, но перед этим я покажу, что сейчас дорогие мои подписички смотрят наш прямой эфир, как я снимаю. Скажите привет, помашите, помашите подписички. Вот так вот в прямом эфире показываю, как я снимаю этот ролик. Вон так вот. Кому повезло, тому повезло. Ну а я что хотел сказать? Что судя по этому трек-листу, к викинду может присоединиться и Ариана Гранде. Вы можете, если посмотрите, увидите, что там песня есть. Love Me Harder. Это дуэт с Арианой Гранде. Было бы эпично. У нее вроде нет такого загона, что она типа мега-звезда и будет подпевать на чьем-то халф-тайме. Она вполне может выйти и разнообразить номер. Хотите? Давайте надеяться. Как говорила Ариана в свои лучшие годы. Ну и естественно диск сделан для того, чтобы еще сильнее закрепить все треки в топе. Когда проходит матч Суперкубка, артист, который выступал с халф-таймом, значит все его песни поднимаются резко в iTunes и в Apple музыке. И, собственно, это же идеальная идея. Продать диск с хитами, если там еще и будут треки, которые он исполнил на Суперкубке. Это же само то. И получится платиновый диск с кучей продаж, да? И плюс люди сразу получат одно место, откуда можно послушать все треки, которые были спеты на Суперкубке. И, собственно, отсюда, я так понимаю, появился слух. Это я уже додумал, но это же логично, я так понимаю. Послушав диск, можно будет по порядку послушать все песни Суперкубка. Как вы думаете? Интересно, громкость меняется, когда я вот так вот решил тут, значит, сам себя зумить вручную? А трансляцию Суперкубка можно будет посмотреть в нашей группе ВКонтакте в ночь седьмого на восьмое февраля. vk.com slash rammusicru Просто набивайте в поиске «Рам музыка» и подписывайтесь. У нас там все крупные трансляции есть. Или ссылочка в описании есть. Заходите, подписывайтесь, все для вас сделаем. Инфу ближе к делу опубликуем. Будем прямо в прямом эфире смотреть вплоть до, значит, выступления. Кстати, еще одна маленькая новость. На Суперкубке выступит и Майли Сайрус. Совместно с ТикТоком НФЛ организует пресс-шоу Суперкубка. Там будут семь с половиной тысяч людей, значит, которые... В основном имеют работники, которые сражались против ковида на честь нации, труженики. И Майли Сайрус для них выступит. Вроде как на пресс-шоу Майли споют свои хиты. Песни с альбома «Plastic Hearts». Рекомендую, кстати. Между прочим. И даже, говорят, какие-то каверы. Это же сколько и времени не надо. Может, я не знаю, сколько это все продлится. Но, похоже, на мини-концерт. Может быть, Майли Сайрус нас удивит. Ну так вот, интересно. Дополнительная движуха, а че нет? Далее переходим к плохим новостям. Холзи отменяет перенесенный тур. Холзи является первым крупным артистом, который в 21-м году отменяет свой тур. Он был перенесен с 20-го года на 21-й, на июнь. Ну вот, ребята решили, что все слишком движется медленно. И пошло оно все на... И все. И отменяет... Нахрена готовится? Все равно это... Все. Да ее ничего не решится. И Холзи написала в Твиттере, мол, давайте мы вам уже быстрее всем вернем деньги, не будем никому парить мозг. У нее было 29 дат назначено в городах на лето 2021 года. И прямо сейчас, пока мы делаем этот эфир, выясняется, что Холзи еще и беременна. Вот сразу все мотивы и всплыли, как говорится, в плаценте. Значит, что пишет Холзи? Она говорит... Этот тур должен был быть моим самым уникальным туром по разным причинам. Я очень надеялась поделиться этой головой своей жизни с вами. Но сейчас я остается только мечтать, когда мы будем вместе снова. И теперь эти слова после сегодняшней... Прямо сейчас новость, что у нее Пузяра скоро вырастет. А у меня давно уже вырос. Сейчас новость появилась, и сразу эти слова читаются по-другому. То есть она уже заранее знала, что беременна, и такая, что типа, о, еще хэзэ, когда встретимся. Но сори. Я хотела, но не получится. Вот такие дела. Пока только Холзи тур отменила. Ну а что еще, угадайте, отменили? Отменили Гластенбуре. Фестиваль Гластенбуре, знаменитый фестиваль. Он должен был пройти в конце июня 2021 года. И его отмена, собственно, подставила под вопрос вообще весь фестивальный сезон в Британии. Пол Маккартни был объявлен хедлайнером, наряду вот с выступающими Дайана Росс, Камиля Кабело, Мьюз, Дуа Лупа, Праймал Скрим, Пэтшоп Бойз и Том Йорк. Все эти ребята должны были выступить на Гластенбуре в этом году. Вот. Крупные фестивали в ближайшее время решат, будут ли они проводиться, а мелкие, ну, примерно до конца марта, тоже все дадут официальный стейтмент и скажут, будут они или не будут. Организаторы сожалеют, Гластенбуре наблюдают... Организаторы сожалеют, Гластенбуре наблюдаются, вы знаете, огромным количеством людей, там всегда эпичные выступления крупных артистов, поэтому, ну, в этом году так, пандемия, что же тут делать? Да, вот такой вот быстрый, компактный, удобный выпуск новостей для вас, без лишней воды, хотя воду нужно потреблять в больших количествах, но пейте лучше из бутылки. Подписывайтесь на канал, ребят, надеюсь, что у вас все хорошо, мы двигаемся дальше, подписывайтесь на группу ВКонтакте, там все движухи у нас тоже есть относительно церемоний, все, я вас очень жду, целую, лю и блю, жду в Инстаграме, сторис, все, что происходит у меня в жизни, всегда можно узнать в Инсте, если вы там что-то скучаете, я вас там всегда жду, подписывайтесь на спонсорство, все, целую, обнимаю, все, пока! Вот так вот. Я не вам, я им.